всем привет мы начинаем маленькую нашу серию коротких рассказов про то как у нас происходит монтаж на площадке я нахожусь в парке богдана хмельницкого в городе львове до фестиваля альфа джаз фест осталось меньше недели если не ошибаюсь пять дней и сейчас главные герои нашего монтажного периода расскажут нам немножко о том что и как здесь происходит ребята помашите в камеру ручкой даниил тимур сейчас мы находимся в пикниковой зоне зона в этом году была увеличена это то место куда все желающие свободно могут прийти побывать вживую увидеть на большом экране выступления звезд мирового джаза данил я правильно понимаю это смонтированные конструкции под экрана да здесь экраны звук тут еще будет стереозвук высококачественные которые позволят насладиться собственно высококачественным джазом даже несмотря на то же мы находимся 150 метров а то есть получается будут установлены линии задержки которые дадут возможность именно услышать так как она есть во время живого концерта практически как будто супер ну что идем идем по нашим пикниковой зоне я хотел бы уточнить что вот именно этого этого каскада у нас не было в прошлом году все наши демократичные так сказать активности происходили на каскаде следующем но в этом году решили увеличить эту территорию потому что прогнозируется что количество желающих послушать концерта формате пикника будет еще больше правильного да абсолютно окей так мы спускаемся на следующий каскад поближе подходим к уже главной сцене нашей поэтому немножко здесь звуки монтажа будут слышны громче и ярче поэтому уже мы говорите погромче так и вот мы попадаем на центральную часть нижнего каскада что здесь будет вот в этой части где сейчас установлена памятник скрипке вот так и мне олегу а просто да а просто это будет зона кеттеринга то здесь будут установлены палатки торговли закусками пивом вот соки воды класс и там установлены по бокам два экрана также позволяющих гостям разместиться на лужайке и насладиться нашим концертом то есть в принципе вот конструкция слева и справа они аналогичны тому что мы видели наверху правильно да причем хотелось бы подчеркнуть что в прошлом году очень такая атмосфера в уст и как тут присутствует на траве с этими корзинками пили тоже продавали да мы все все называем так форматом вудстыка джазовый вудсток это местечки надеемся что в этом году будет еще душевнее ну что идем тогда уже главной сцене я вижу тут лежит некоторое количество ограждений до данил сколько в этом году километров парочку наберется метров 300 метров 300 так вот по сути наша главная конструкция который не влезает в объектив так и здесь становится все шумнее шумнее вот ребята работают устанавливают пробуривают болты крепления этой самой конструкции а что это за конструкция сейчас мы увидим вот мы зашли вовнутрь я сейчас так проведу камерой по по всей конструкции и попрошу тимура рассказать о том что именно здесь стоит вот так вот видите что у нас здесь происходит он крыша наша сцена а вот собственно и тимур погромче на заднике нашего концертной площадке будет установлена лавы зона для гостей здесь будут установлены бары для всех гостей кто пришел сюда вот в этой центральной части будет установлены ряды на 2000 метр 2000 метр да и конечно же сцена я думаю данила более подробно может рассказать о сцене и размера данил как какая в этом году сцена какие размеры и 12 на 8 зеркало 12 на 8 зеркало сцена получается периметр конструкции общий приблизительно сколько у нас 1 2 3 3 5 6 36 метров получается на эти конструкциях помимо того что это там будут в портальная башня крепится что еще там будет находиться задержки по бокам для зрителей которые находятся ну не по центру да и экраны два экрана и два экрана и того получается центральная сцена портальная башни два экрана задержки по бокам и я так еще понимаю что фрагменты декорации будут крепиться на да конечно же то есть вот уже в том части зала собираются конструкции декораций так сейчас посмотрим вот вот там где-то вдалеке мы вам специально не будем показывать пока что именно за декораций вот так чтобы вы видели бэк-лайн в процессе работы декораторов вот собственно оттуда потихонечку у нас и появится появится наша декорация ну и здесь насколько я вижу складируется пока все железо которое приезжает да да еще две машины сегодня еще две машины сколько уже фур заехал сюда две с половиной почти три еще будет две и я так понимаю что еще отдельно будет будет транспорт и объем декораторов да да декоратор уже приехали а я имею ввиду только железо только железо Тимур расскажи пожалуйста по декораторам что нас вообще в этом году какой объем работы декоратов какой объем декорации мы пытаемся каждый год объединить прекрасный город Львов в котором мы находимся его архитектуру с джазом в этом году концепция не меняется это будут декорации связанные со Львовом и связанные конечно же с джазом посмотрим что получится и надеюсь что всем это понравится ну супер на самом деле у нас получился первый такой получился первый такой маленький экскурс на альфа джаз фест на время его подготовки с вами был я Денис из славного города Львова из парка Хмельницкого всех ждем на альфа джазе о тут еще маленькое послесловие просит прекрасный кадр ставить да 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 одно из достопримечательностей фестиваля в этом году является вот этот фрагмент сценической конструкции фрагмент сценической конструкции обратите внимание это специальная лестница для мониторных звукорежиссеров уже в прошлом году им приходилось долазить очень сложно свою рубочку в этом году мы сварили специальную лестницу для них ооо это так технологично это тренд это тренд конструкции в этом году да супер вот так вот где то я думаю что мы на фестиваль конечно эту работу подавать не будем но тем не менее это дает полное понимание душевного отношения нашего персонала к подготовке этого проекта всем привет мы вас любим ждем во Львове